тема любви в литературе является лейтмотивом многих произведений в романе отцы и дети существует несколько любовных линий наиболее значимой является история евгения базарова и анны одинцовой в начале романа базаров демонстрирует сухость и резкость в своих суждениях о женщинах это что за фигура на остальных баб не похоже писатель отмечает базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты но любовь в смысле идеальном или как он выражался романтическом называл билибердой непростительной дурью считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни герой не верит возникновение эмоциональной связи между людьми поэтому размышляет нравится тебе женщина старайся добиться толку а нельзя ну не надо отвернись земля не клином сошлось он осуждает любовь павла петровича а я все-таки скажу что человек который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и когда ему эту карту убили раскис и опустился до того что ни на что не стал способен этакой человек не мужчина не самец ты говоришь что он несчастлив тебе лучше знать но дурь из него не вся вышла но рациональная жизнь базарова меняется в один миг когда он встречает анну одинцову он не в силах противостоять сильному чувству тургенев наделяет анну сергеевну множеством достоинств она умна красиво аристократично независимо горда и лишена высокомерия она поразила его достоинством своей осанки ее прекрасные глаза светились вниманием но вниманием безмятежно но базарова она заинтересовала своим спокойствием интеллигентностью способностью слушать и понимать собеседника анна сергеевна поторопился сказать базаров прежде всего я должен вас успокоить кто их помнит да при том любовь ведь это чувство напускное в самом деле тургенев показывает что жизнь не так однозначно какой она казалась герою ранее писатель заставляет базарова переживать то что он уверенно отрицал одинцова выражает холодность по отношению к мужчинам она никогда не любила по-настоящему как все женщины которым не удалось полюбить она хотела чего-то сама не зная чего именно однако базаров заинтересовал анну сергеевну он поразил воображение одинцовой он занимал ее она много о нем думала в его отсутствие она не скучала не ждала его но его появление тотчас ее оживляла она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала даже тогда когда он ее сердил или оскорблял ее вкус и изящные привычки она как будто хотела и его испытать и себя изведать дмитрий писарев отмечает отношения базарова с одинцовую кончаются тем что между ними происходит странная сцена она вызывает его на разговор о счастье и любви она с любопытством свойственным холодным и умным женщинам выспрашивает у него что в нем происходит она вытягивает из него признание в любви она же отскакивается с пугом на другой конец комнаты и уверяет его что он ее не так понял что он ошибся вторая любовная линия в романе это неудачные отношения павла петровича кирсанова и княгини р двадцати семилетним молодым человеком павел петрович влюбляется в замужнюю женщину такую характеристику дает ей тургенев она внезапно уезжала за границу внезапно возвращалась в россию вообще вела странную жизнь она слыла за легкомысленную кокетку с увлечением придавалась всякого рода удовольствием танцевала до упаду хохотала и шутила с молодыми людьми которых принимала перед обедом в раке гостиной а по ночам плакала и молилась не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате тоскливо ломая руки или сидела вся бледная и холодная над псалтырем день наставал и она снова превращалась в светскую даму снова выезжала смеялась болтала и точно бросалась навстречу всему что могло доставить ей малейшее развлечение павел петрович знакомится с ней на балу в петербурге писатель отмечает ее недалекий ум но кирсанова она покоряет загадочностью и обаянием он еще мучительнее еще крепче привязался к этой женщине казалось она находилась во власти каких-то тайных для нее самой неведомых сил они играли ею как хотели она уехала за границу а он последовал за ней бросив службу и блестящую карьеру и стал волочиться пока не произошло окончательного разрыва он вернулся в россию попытался зажить старую жизнью но уже не мог попасть в прежнюю колею о женитьбе он разумеется и не думал десять лет прошло таким образом бесцветно бесплодной быстро страшно быстро тургенев подчеркивает что это любовная интрига была самым ярким событием жизни павла петровича после разрыва он чувствует себя несчастным и погружается в воспоминания живя лишь ими оторванный от реальной действительности в настоящем герое ничего не происходит таким образом любовь уничтожила кирсанова он утратил жажду жизни совсем другой тип отношений в романе представляет пара аркадия и катя дружба с катей перерастает в настоящую любовь катя смутно понимала что он искал какого-то утешения в ее обществе и не отказывала ни ему ни себе в невинном удовольствии полустыдливой полудоверчивой дружбы тургенев показывает на примере аркадия и катя как прекрасна любовь он схватил ее большие прекрасные руки и задыхаясь от восторга прижал их к своему сердцу он едва стоял на ногах и только твердил катя катя она как-то невинно заплакала сама тихо смеясь своим слезам кто не видал таких слез в глазах любимого существа тот еще не испытывал до какой степени замирая весь от благодарности и от стыда может быть счастлив на земле человек отец аркадий николай петрович тоже счастлив семейной жизни в молодости он сломал ногу что помешало ему стать военным но он учился в университете женился воспитал сына он искренне любил свою супругу но счастье казалось закончилась когда жена не стала в честь нее он даже назвал имение марьина но судьба предоставила николаю петровичу возможность влюбиться снова в простую девушку фенечку которая привлекла его чистотой и непосредственностью ее происхождение и положение не повлияли на их отношения они наполнены теплотой и счастьем фенечка признается я николая петровича всем сердцем люблю мне николай петровича не любить да после этого мне и жить не надо я николая петровича одного на свете люблю и век любить буду любовные отношения героев в романе отцы и дети разнообразны так чувство базарова трагичны из-за холодности одинцовой которая отказалась открыть свое сердце павел петрович поглощен воспоминаниями о былом счастье утрачивая способность радоваться жизни а отношения аркадия и николая петровича стали примерами семейной идиллии тургенев пишет какое бы страстное грешное бунтующее сердце не скрылась в могиле цветы растущие на ней безмятежно глядят на нас своими невинными глазами по мнению писателя бренность человеческого бытия ничтожно по сравнению с силой любви и красоты